Протопресвитер Георгий Антонио, настоятель собора Благовещения Пресвятой Богородицы в столице Кипра Никосии, в Беларуси бывает часто. В Минске его многие знают как организатора международных лагерей для православной молодежи. По традиции отец Георгий встречается с воспитанниками Минского духовного училища. В этом году, признался священнослужитель из Кипра, особенно много вопросов ему задавали о трагедии оккупированной части его страны. В 1974 году на Кипре произошло вторжение турецких войск. Под предлогом защиты турецкой общины с северной части острова были изгнаны греки-киприоты, а затем последовало методичное уничтожение христианского наследия в этом регионе. Вот уже много лет идет диалог между политиками по обе стороны разграничительной зеленой линии, однако эти разговоры не помогают возродить пороганные храмы или остановить их разрушение. Например, у нас есть большой монастырь апостола Андрея на оккупированной части. Сейчас он разрушен. Мы хотим вложить деньги в возрождение монастыря. Они нам отказывают. Мы обращались в ООН, Евросоюз. Турки не соглашаются. Мы говорим, что готовы дать деньги. Платить самим туркам, чтобы они выполняли реставрационные работы. Ответ все равно нет. Изо дня в день мы стараемся что-то сделать, пытаемся помогать нашим людям, которые там остались. Предпринимаем попытки восстановить храмы, спасти их от дальнейшего разрушения. Но, к сожалению, некоторые церкви уже не существуют. Они разрушены. Некоторые храмы превращены в казармы. Там 40 тысяч турецких военных. Это очень опасно. Если в Беларуси, России и Украине интерес к Кипру возрос в связи с визитом на эту древнюю землю святейшего патриарха Кирилла, в Польше о кипрской трагедии недавно заговорили в связи с награждением престижной премии имени князя Константина Острожского, кипрского общественного православного деятеля доктора Харлампаса Хацакаглу. Директор Музея народного искусства в Никасии состоял каталог сакральных ценностей в оккупированной части Кипра. Постоянно организуют международные форумы, выставки, которые могут привлечь внимание к спасению христианского наследия острова. По словам доктора Хацакаглу, более 500 храмов в основном православных, но также католических, армянских на севере Кипра превращены в мечети, гостиницы, клубы, административные здания, казармы, склады, кафе, туалеты. Небольшую часть древних реликвий удалось спасти. В последние годы, как результат наших усилий, удалось вернуть тысячи икон из частных коллекций, музеев, как государственных, так и приватных. А недавно стало возможно вернуть на Кипр уникальные фрески XIV века, которые ранее находились в музее Хьюстона, в Техасе. Содействовать возвращению похищенных святынь на Кипр должны все христиане и православные католики. К этому призвал польское общество и всех европейцев Ксен Смарак Старовейский, католический богослов-патрист. Ксен Смарак, также лауреат премии Константина Острожского, сам неоднократно бывал на Кипре и воспринимает трагедию киприотов как личную боль. Европа и Запад забыли о Кипре, о том, что это была трагедия людей, которых заставили покинуть родные очаги. Во-вторых, это было уничтожение более 500 храмов, храмов, которые являлись высокими образцами искусства. Была продажа по всему миру православных икон, и это потери не только православия, но мировой культуры. Это было наследие великой мировой культуры. Донести боль Кипра до европейцев и всего мирового сообщества – такую цель ставят перед собой и руководители фонда имени князя Константина Острожского, депутат польского сейма Евгений Чиквин и журналист Анна Рудюкевич. Недавно в польском парламенте ими была организована встреча киприотов с депутатами, неравнодушными к проблемам защиты христианского наследия. И это касается не только Кипра, это касается вообще сейчас Ближнего Востока, даже Африки. И эта проблема может касаться тоже нас, если мы не будем хорошо реагировать на это. Потенциально может повлиять на турецкую сторону конфликта на Кипре и каждый из нас – рублем. Красноречив тот факт, что в прошлом году в Турции русские туристы массово отравились алкоголем, доставленным с оккупированной части Кипра. Туристы также должны понимать, что выбирая якобы дешевый отдых на оккупированной территории Кипра, они невольно оказывают экономическую поддержку тем, кто связан с разрушением храмов. И наоборот, отдавая предпочтение курортам на греческой стороне острова, совершая паломничество к святыням Кипра, мы помогаем и нашим братьям во Христе. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Беларусь, Польша.